В прошлом году более миллиарда долларов государство потратило на закупку минудобрений. Свыше половины этих средств получили российские производители. В нынешний посевной сезон, говорят эксперты, закупка зарубежной селитры обойдется вдвое дороже. Обеспечить фермерам отечественным сырьем могли бы украинские азотные заводы, при этом госказна сэкономила бы миллиарды. Но нашим производителям, что называется, прикрутили гайки. Насколько от этого пострадает и химическая промышленность, и аграрий, да и в итоге бюджет, разбирались наши корреспонденты. Спрос на селитру в Украине в последнее время активно растет. Только за последние пару лет потребление минудобрений увеличилось на 30%. Эксперты прогнозируют, в ближайшее время в связи с активным развитием отечественного сельского хозяйства, спрос аммиачных удобрений вырастет с 3 миллионов тонн до 4,5. Но пока аграрная отрасль набирает темпы, химическая на грани коллапса. Украинские производители утверждают, всему виной импорт удобрений. Поставки заграничной селитры, уверены эксперты, уже в ближайшее время не смогут обеспечить наших фермеров необходимым количеством удобрений, что приведет к значительному снижению урожая и падению ВВП практически на 1%. Без внутреннего производства азотных добров покриты в полной мере comet, взрослухferous crepe, мы не сможем. Другой, в секторе заобеспечивает рабочие места. Без Отечественные производители вынуждены останавливать собственное производство. И хотя украинские удобрения по качеству превосходят российские, покупать их аграрий не торопится. Всему виной цена. У нас затаренные склады. Нам некуда производить, нет сбыта. Два завода остановлены. Ровно азот и северодонецкий азот. Черкасский азот на грани остановки. Причина в импорте из Российской Федерации дешевых удобрений по демпинговым ценам. Мы вынуждены снижать цены на продукцию. И то ее никто не покупает. Цену на удобрения, утверждают эксперты, регулируют рынок газа. Российские производители селитры используют отечественный газ по очень низким ценам. Поэтому себестоимость минимальная. А украинским заводам три дорога. Голубое топливо продает «Нафтогаз». «Нафтогаз, используя монопольный доступ и монополию на трубу, он не допускает импортеров для того, чтобы они могли импортить газ». И встанавливает фактически штучно цену на газ с достаточно высоким накруткой, которая сягает 50 долларов за тысячу кубометров. Встанавливая такие высокие цены, мы делаем, скажем, завышенную себевартость на минеральные добры. Производители утверждают, уже неоднократно снижали цену на свою продукцию и работают практически в убыток. Тем не менее, только в прошлом году Украина увеличила импорт селитры из России на 500 тысяч тонн. Это 1 миллиард долларов ушло из платежного баланса Украины за импортные удобрения. И львиная доля здесь российских удобрений. То есть они ушли в Россию, вместо того, чтобы они могут остаться внутри страны. «Под угрозой срыва производства порядка 80 тысяч тонн удобрений внутри страны. Это порядка 1,6 миллиарда долларов еще, если не принять неотложные меры по защите внутреннего рынка». Таким положением вещей уже заинтересовался Кабмин. Там начали разрабатывать план поддержки украинского производителя. Александр Васильченко, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер.